Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И, как всегда в это время, мы говорим с вами о том, что происходит на финансовых рынках. Сегодня, кстати, замечательную, на мой взгляд, тему мы избрали для эфира. Поговорим о стратегии. Давайте я пока стратегии такой профессиональный термин. О манере поведения на рынке в период высокой волатильности. Вот так я немножко перефразировал, уж я прошу прощения, моих гостей. Представлю я их прежде всего, как всегда. Итак, сегодня в студии сухого остатка Олег Рыбальченко, генеральный директор Института биржевой торговли АЛОР. Олег, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. И в студии Анвар Глизиддинов, начальник отдела доведительного управления, сельской компанией RMG. Анвар, добрый день. День добрый. Уважаемые слушатели, как всегда, как всегда присоединяйтесь к нашей беседе. Для этого телефон студии 6510996, код Москвы 495, либо сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Действительно, ответ на них, наверное, неоднозначен был бы. Но если опять возвращаться к заявленной теме, как же вести себя на рынке вот в эти непростые времена, во времена высокой волатильности. Так, ну и что ж, давайте начнем эфир традиционно с того, что нарисую я картину маслом. Что произошло к этому времени на финансовых рынках. Ну и, как всегда, с пятничного закрытия Америки, да, аплодисменты звучат. У меня уши уже просто заложило от этих аплодисментов. Ты сразу же... Волшебный шар. Подожди, еще не было у нас вопросов. Вопросов не было, да. Олег притащил волшебный шар, готовился к программе. Да, как принимают торговые решения. Да, в условиях высокой волатильности. Да, да, монетку устали подбрасывать уже. Вот теперь шар. Хай-тек. Итак, смотрите. Значит, рисуем картину маслом. Пятница закрытия. Ну, я не знаю, еще раз повторю, аплодисменты звучат в ушах, потому что Доу Джонс выше 16 тысяч закрылся. Все, все, сделал, по сути, да. СНП тоже закрытие было, да, бычье, просто сильнейшее, выше 1800-1604. Ну, Наздок в ту же кучу, тоже полпроцента он прибавил. В общем, позитива нет числа. В Америке, по крайней мере. Значит, что происходит сегодня? Азия отторговалась разнонаправленно. Никей в плюсе на полтора процента. Иена, как вы, я надеюсь, да, следите. Продолжает снижение свыше 101 иены за доллар. Сейчас пара торгуется на Форекс. А Шанхай и композит Китай немножко, да, это дело подпортил, потому что снизился на 0,4%. Далее смотрим на Европу. Сегодня она в легком плюсе. Плюс 0,3 прибавляет. Фудсис 100. Ну и наши, видимо, так вдогонку пытаются тоже подрасти. РТС в плюсе на символический 0,07%. ММВБ чуть больше 0,3 прибавляет и уже выше 1500. Рубль продолжает легкое ослабление, ну, в пределах предыдущих диапазонов. Дальше смотрим на сырье и на Форекс. Ну, вот сырье, да, в результате событий, выходные дни, ну, позитивных, наверное, событий, да, с точки зрения геополитики. Тем не менее, нефть снижается на этом фоне. 108 долларов стоит Brent, чуть выше 108. И LightSuite 93,5. Золото провалилось сегодня ниже 1240 долларов за унцию. Теряет в моменте чуть больше процентов. 1231 доллар стоит этот желтый металл. Евро-доллар, ну, видимо, в таком легком флете действительно находится. 1,3513, его текущая котировка пока без видимых изменений. Смотрим на набор голубых фишек. Что ты хотел сказать подождите? Нет, отлично, у меня тейки сработали. Уже? Почем, почем? Евро шортил 1,3540. С каких пор это шортил? До 3515. Ну, так, короткая была сделка. А, нет, да. Спекулянт. Ну, так местами. Так, закончим. Смотрите, котировки голубых фишек сегодня в основном, тем не менее, в плюсе. Российский рынок, я имею в виду, естественно, да. И можно отметить, смотрите, 3,5 НЛМК растет, 3,5% в моменте прибавляет. Автоваз 2,3, 1,5% Аэрофлот, 0,6% в плюсе акции ВТБ, МТС почти процент, полпроцента Сбербанк и почти процент обычка Северстали. Хуже рынка Газпром, ну, на известных событиях Роснефть и Сургут. Да, ребята, ребята, естественно, расстроились. Ну, ладно, мы не будем расстраиваться. Собственно, жизнь продолжается. Итак, давайте начнем нашу беседу. Еще раз я напомню, мы говорим о стратегии поведения на рынке в период высокой волатильности. Ну, сначала, наверное, обозначим, да, Анвар? Обозначим, что подразумевается под высокой волатильностью. Ну, волатильность в этом контексте – это степень изменчивости цен на разные активы на разных рынках. То есть мы говорим, что чем больше амплитуда колебаний цен, чем больше изменчивость, чем цены сильнее и быстрее растут или падают, тем больше волатильность. Ну и наоборот, соответственно. Если говорить о консервативных стратегиях, то, наверное, самой простой стратегией здесь может быть просто уйти с рынка, подождать где-то в сторонке, да, если вы не хотите смотреть на вот эти просадки портфеля, на вот эту вот кровавую баню, которая иногда разыгрывается на рынках, либо положить деньги на депозит в крепкий, надежный банк. Вот. Но если вы все-таки хотите… Слово «крепкий, надежный» в последние годы… Да, немножечко. В последние дни, да, теряют свое первоначальное значение. Ну, хорошо бы. Продолжай, пожалуйста. Ну, да, не будем о плохом. Думаем, что все эти банки, по крайней мере, самые крупные, будут чувствовать себя хорошо в ближайшее время. Вот. Если говорить о тех стратегиях, где вы хотите все-таки оставаться в рынке и что-то пытаться делать самому, наверное, стоит посмотреть на такие простые стратегии, как сочетание дивидендных акций и облигаций. Например, в пропорции 40-50%, если это облигации, да, ну, соответственно, там до 50% акции, такое сочетание может принести где-то до 7-8% годовых в виде дивидендной доходности и купона от облигаций. При этом вы будете сидеть в таких бумагах крепкого второго эшелона, либо первого эшелона с доходностью где-то 8-9%, ну, и дивидендная доходность где-то в среднем, наверное, от акций 6-7% годовых. Дивидендные бумаги здесь сами по себе являются менее волатильными, чем в целом голубые фишки, да, либо бумаги второго эшелона, какие-то стальщики или энергетика, да. Кроме того, они имеют обыкновение под конец года и в начале года к моменту весенних отсечек восстанавливать свою стоимость, даже если в течение года наблюдалась высокая волатильность. Поэтому здесь высока вероятность, даже если ваш портфель дивидендных акций просил в течение года отбиться хотя бы в ноль где-нибудь в начале следующего года, либо к концу текущего, да, так скажем. Ну, соответственно, облигации, здесь нужно смотреть на кредитные качества, естественно, эмитентов, кредитные качества — это самое главное, что определяет метрики и реалии этого рынка. И выбирая эмитентов первого эшелона, либо крепкого второго эшелона с западными акционерами, либо с каким-то госучастием, да, либо с зарекомендовавшими себя собственниками, особенно если этот эмитент размещается не первый раз уже, здесь можно, конечно, так же стопенно... Спасибо, Анвар, ладно, мы к этому еще в деталях вернемся. Да, Анвар хорошие мысли сказал и правильно порассуждал, во многом я с ним согласен. И как хороший трейдер, видно, умеет оценивать вопрос с разных сторон, и рынок действительно с разных сторон нужно оценивать. Я постараюсь тоже со своей стороны, с разных подходов, рассмотреть данный вопрос. Смотри, у нас мало времени осталось, мы сейчас будем новости слушать, это очень интересно. Хорошо, очень коротко, со стороны спекулянта... Ты мне скажи лучше, а вот сейчас российский рынок волатилен? Для меня нет, абсолютно нет. Потому что ты воспользовался первой рекомендацией Анвара. Но я немножко по-другому торгую, в зависимости от стиля торговли, волатильность — это и хорошо, и плохо. Безусловно. К каждому своему. Но по большей части я хотел бы задаться вопросом, а что такое волатильность для каждого отдельного трейдера? Поэтому это хороший вопрос в самом начале был. Я думаю, мы к нему придем к рассмотрению. Вот как раз после новостей у нас, конечно, жалко, времени мало, но это самый интересный вопрос, на который нужно выделить время. Ну ладно, ладно, уговорил. Сейчас мы делаем паузу, внимательно слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим разговор о волатильности. Продолжаем, слава Богу, продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в стуле Олег Рыбальченко, генеральный директор Института биржевой торговли АЛОР. И Анвар Глизидинов, начальник отдела доверительного управления цены компании РМГ. Мы обсуждаем стратегии поведения на рынке вперед высокой волатильности. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы-495. Сайт компании Финам.ФМ. Звоните, пишите, спрашивайте. Ну что ж, продолжим тогда мою мысль. Разностороннее восприятие волатильности. Сначала хочу сказать с точки зрения интродейщика, скальпера. И когда я на курсах говорю, волатильность, это хорошо или плохо. Многие задаются этим вопросом. Я предлагаю людям посмотреть на график того же Сбербанка. У него дневная волатильность средняя там 2%, может быть 2 с хвостиком. Я говорю, если у вас цель зарабатывать в день полпроцента, на волатильности в 2%, это заработать гораздо проще, чем на волатильности тот же полпроцент. То есть вам в высоковолатильной бумаге будет гораздо проще достигать своих внутридневных целей. С низкой волатильностью бумаги, соответственно, вам это будет гораздо труднее. Нужно, можно сказать, предсказать целый день движения на рынке. С другой стороны, конечно же, пройдя свой путь от скальпера, интродейщика, теперь уже среднесрочник, долгосрочник, скажу, что вот эта вот стратегия, попытка ловить эту волатильность, она очень шревата, и честно признаюсь, за все время, пока я был интродейщиком-скальпером, ну да, на еду хватало, на какие-то там simple pleasures, скажем так, на простые вещи хватало. Когда перешел на среднесрочную торговлю, в которой волатильность практически не играет роли, деньги появились. Да, машина, сейчас уже о квартире думаю, и скажу так, за годы интродей-скальпинга я заработал гораздо меньше, чем за даже полгода, если смотреть среднесрочной торговли. А в среднесрочной торговле подход к волатильности совсем другой, там совсем другое восприятие той же волатильности. И у меня есть свои методы, как я волатильность превращаю в свой плюс в своей среднесрочной торговле. Самый такой яркий пример, как я до него сам догадался и использую сейчас в той же стратегии на Форексе, например. Я открываю, как только вижу сигнал, я открываю не полностью одну сделку. Я открываю порядка 10, около 10 дробленных лотов. То есть, если я выбираю, например, я открываю вот здесь, на этом сигнале, например, 20 лотов. Я их делю на 10 по 2, у меня есть скрипт, который сразу же открывает. У меня есть расчет, что очень большая вероятность евре, например, на часе пройти такое-то количество пунктов. 7 или 8 сразу же выставляются тейки с самыми вероятными целями. 7 или 8 их среда съедает на волатильности, остальные 2 у меня остаются на долгосрок. И таким образом волатильность мне очень неплохо дает прибыль, которую даже если сработает стоп, я все равно в плюсе. Во-вторых, дает определенную спокойствие и уверенность в том, что пойдет куда надо. Я уже большую часть позиций зафиксировал. А если еще надо, добавлю и снова волатильность у меня будет уже в мою сторону. И таким образом я набираю позиции. 8 из 10 съедается, 2 уже со стопом и стоп этот по-любому если снесет, то я буду в плюсе. Поэтому волатильность это и добро тоже. Волатильность это добро. Согласен, Эдвар? Отчасти согласен. Интересная очень стратегия, но она довольно-таки техническая. Техническая, да, и, наверное, подходит только тем, которые, наверное, активным инвесторам, да, и те, которые ориентируются на теханализ и с привлечением роботов, да. Согласен, это, наверное, работает, это интересно. Я, наверное, остановлюсь на такой более среднесрочной стратегии, но не менее интересной, на мой взгляд, стратегии и группы продуктов. Это структурные продукты, очень известные, коммерчески раскрученные на нашем и на мировом рынке, да, и здесь, как мне кажется, консервативной, но от этого не менее интересной является стратегия, простые стратегии на рост и падение каких-либо активов. Например, на индекс РТС со стопроцентной защитой. Когда, что такое структурный продукт? Структурный продукт, это, по сути, ставка на рост или падение, она может быть стопроцентно защищенной, может быть не стопроцентно защищенной, в зависимости от того, какое сочетание активов вы выбираете. В целом, простой продукт, это сочетание облигаций и производного инструмента, часто опциона. Выбирая, например, облигацию крепкого второго эшелона с девятой где-нибудь доходностью и опцион на индекс РТС, ближайший где-нибудь квартальный, да, со сроком до исполнения 2-3 месяца, в портфеле у вас примерно получится 2-3% опцион и остальной облигации. Составлен он таким образом, что процент от облигации полностью покрывает стоимость опциона, даже если он обесценится в ноль. Таким образом обеспечится возврат капитала. Что интересно в этом продукте? То, что во времена высокой волатильности, если вы сделали ставку на неправильное направление, вы остаетесь при своих, получая 100% возврата капитала. Если вы сделали правильную ставку, то вы имеете шанс заработать больше, чем за 3 месяца, допустим, ближайших, да, больше, чем процентная ставка за поставимый срок в банке. Ну, либо что-то где-то там от нуля до, вот, примерно, уровня банковской ставки. И что самое интересное, что если вы инвестируете последовательно несколько раз в течение года в каждую там серию опционов, да, последовательную, квартальную, то можно накрутить там, ну, 15% годовых и больше, что превышает значительную ставку по банковскому инструменту. Вы можете это делать самому, составляя такой продукт, либо вы можете купить его у брокерской или управляющей компании. Это легко. Ну, вот по поводу легко, Олег, смотри. Ну, все, что ты рассказывал сейчас, да, с точки зрения вот выстраивания позиций, да, евро-доллары, в частности. И сейчас, значит, Анвара рассказывает о структурных продуктах. Все-таки это, наверное, нелегко, если мы говорим о, ну, конечно, не об обычном обывателе, но даже о человеке, который только что пришел на рынок. Это, наверное, не так легко. Да, тоже вопрос относительности и вопрос качества преподавания, честно говоря. Я этим тоже, как преподаватель, сильно обеспокоен в том, что, к сожалению, сегодня качество образования немножко слабо, откровенно говоря. Простой пример, вы можете спросить любого преподавателя какой-нибудь сложный термин. И мне очень понравилась фраза Эйнштейна, что если ты не можешь шестилетнему ребенку объяснить, чем ты занимаешься, то ты занимаешься ерундой. Вот примерно так я выстраиваю свое общение со своими учениками, с нашими клиентами. И я считаю, что чем проще ты можешь объяснить, тем лучше ты это понимаешь. Скажу так, что работа фьючерсами, например, человека можно обучить за час. Работа опционами, ну, это уже пару-тройку часов, если простым языком объяснять. Поэтому это можно, это все легко. Подожди, работа фьючерсами, ну, опционами не суть важна. А человек, которым ты объясняешь, он имеет какие-то базовые понятия? Конечно, все должны базовые. Что такое рынок, что такое, да? Базовые понятия тоже объясняются достаточно двух дней. Конечно, все относительно, и меня тоже спрашивают, за сколько времени человек может стать трейдером? Тоже такой очень глубокий вопрос. Ко мне многие ученики звонят через года два после обучения, говорят, слушай, до меня только сейчас дошло, что ты говорил. Проходит время на освоение тех идей. И скажу так, что относительная простота и сложность рынка — это в голове людей. Вся сложность у нас в голове. Человек, если хочет, он обучится. Не хочет, как его не заставляй, как не старайся, не пляшись с бубном, с плясками и так далее, не получится. Даже я одно время увлекался очень сильно психологией, нерелингвистическим программированием. Даже пытался программировать людей уже более так, серьезно, все равно. То есть я все-таки... Все равно, что это не выход? Это не выход, да. Человека невозможно заставить хотеть стать трейдером, хотеть изучить то или другое. Не, ну это хорошая тема, кстати. Хотеть стать... Тоже, наверное, сложно это, да? Вообще, чем мотивирован Анвар? Чем мотивирован человек, который приходит на рынок? Хотеть стать трейдером — это как-то не очень убедительно. Денег хочет. Ну, в зависимости, как мне кажется, от того, зачем он приходит на этот рынок. Кто-то приходит для того, чтобы заработать, быстренько срубить денег, да, или реализовать какие-то свои долгосрочные цели. А кому-то просто интересно. То есть должен быть какой-то внутренний интерес и влечение, так скажем, профессиональное к этому. Дело, то есть каждому здесь свое. Ну, подожди, быстренько срубить, как ты сказал, или, может быть, не очень быстренько, это одно дело. То есть заработать денег. А вот этот профессиональный интерес, с которым Анвар говорит, это с чем связано? Профессиональный в каком плане? Не знаю, Анвар, в каком плане профессиональный интерес? Ну, я имею в виду, что если сама профессия... То есть деньги мне не важны, а мне важно, что там, самоутвердиться как-то... Деньги, естественно, всегда важны, но когда человек хочет профессионально этим заниматься и посвящать 100% своего времени этому делу. То есть когда торговля, инвестиции на рынке ценных бумаг ему принципиально интересны, как процесс. Вот я об этом говорю. Да, это тоже хороший вариант. Я иногда говорю своим ученикам, сравните две цели. Просто стать трейдером и стать лучшим трейдером. Кто меньше будет спать по ночам, кто больше будет читать книжки, кто больше будет себя изучать. Ну что же, реклама, да? Реклама не реклама, новости послушаем, да, потом продолжим интересный разговор. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем стратегии поведения на рынке в период высокой волатильности. Я подумал о том, что, может быть, не суть важна, да, в какой период. Стратегия поведения на рынке. Да, от них зависит, как воспринимать волатильность. Совершенно верно. Нет, от них многое зависит, как рынок-то воспринимается в конечном итоге. Напомню еще раз, в студии сегодня Олег Рыбальченко, генеральный директор Института биржевой торговли АЛОР, Анвар Гелезидинов, начальник отдела доверительного управления, институционной компании РМГ. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Вернемся к нашему разговору, Олег. Итак, мотивация. Вот люди приходят на рынок. Чем они мотивированы все же? 95% людей, к сожалению, с алчной мотивацией приходят на рынок. И как раз это и есть ответ на вопрос, как воспринимать волатильность, тоже с этого ракурса. Я волатильность, обычно, когда люди меня спрашивают, что делать вот в такой период, когда рынок лихорадит, я начинаю ковыряться более глубоко. А зачем и почему человек задал мне этот вопрос? И пришел к тому, что есть два фактора, которые побуждают людей задавать этот вопрос, поднимать эту тему. Первое – это алчность. В основном она присуща вот как раз активным внутридневным трейдерам, потому что, ой, как все бегает, я бы столько-столько сейчас заработал. О, а еще и сотым плечом, так вообще шикарно. И, к сожалению, рынок наказывает за алчность и жадность. И я, честно говоря, еще мало видел интродейщиков-скальперов, которые хотя бы в течение двух лет стабильно зарабатывали. Мало, это единицы, это исключительные люди. В основном, к сожалению, статистика обратная. Другой вопрос – страх. Другой корень этого вопроса – это страх. Почему люди задают такой вопрос? Потому что, например, они купили «Газпром» по 150, и вот туда-сюда колбасит 140, 150, 160, и он не знает, что делать. Изначально все упирается в старый-старый анекдот, когда к доктору приходит человек и говорит, «Доктор, я сломал ногу в двух местах». Доктор, не отрываясь от своих записей, спрашивает, «Пациент, где вы сломали эту ногу?» «Я запомнил, да, где-где. Это вот там, там, там». Больше туда не ходите. Вот то же самое. Если у вас неправильный вход, то волатильность для вас будет врагом. Если у вас вход правильный, волатильность станет вашим союзником. Поэтому все упирается в неправильный анализ, неправильное принятие решений и изначально неправильный вход в рынок. Если у вас вход в рынок правильный, никакая волатильность вас никаким образом не страшит. Знание упирается, опять же, в то же невежество. К сожалению, люди, приходя на рынок, хотят быстро срубить деньги, а для этого не хотят читать ни книги, ни самореализовываться, саморазвиваться. А это труд. Это огромный интеллектуальный труд. И то, что Анвар сегодня рассказывает, вот эти стратегии, это огромный интеллектуальный труд создать эту стратегию, рассчитать ее, понять, как она будет работать в любых условиях. И предложить вот в таких условиях, это огромный труд. Спасибо, ты будешь смеяться. Смотрите, у нас есть вопрос, но я не уверен, что это вопрос нам адресован. Здесь нет адреса, по крайней мере. И вопрос этот пришел аж в субботу. Ну просто, насколько перекликается этот вопрос, о чем сейчас Олег говорил. Вопрос следующий. Юрий из Воскресенска пишет. Как добиться успеха на рынке за максимально короткое время? Нормально? Да. Анвар, как ты Юрию ответишь из Воскресенска? Мне кажется, не очень правильная постановка вопроса. Что-то это из мира азартных игр, наверное. То есть прийти в казино можно поставить на красное или на черное. Либо там... Того зеро. Да. Либо пойти all-in в покере и заработать, либо не заработать максимально короткое время. То есть смотри, здесь вот принципиально именно вопрос, да, неверно поставили. То есть человек с таким отношением к рынку, с такими... Маловероятно, что что-то будет заработать. Вообще что-то, да. Да. Все верно. Полностью соглашусь. Да. Да, скорее так. Еще мне понравилось где-то было видео, по-моему, из Ксилиуса кто-то говорил, что... И Герчик тоже об этом говорит, что как минимум года два должно пройти, чтобы вы хоть что-то сделали, какие-то выводы получаются у вас на рынке или нет. Вот это срок более-менее такой оптимальный. Да, по крайней мере научиться держаться на плаву. Да, не терять. Даже не столько зарабатывать, сколько не терять. Все верно. Ладно, хорошо. Хорошо, давайте мы немножко абстрагируем. Ну, хотя нет, в любом случае мы поговорим о рынке. Ну, поговорим о рынке вот в его, собственно, непосредственно. Да, и поставьте, что сейчас происходит на рынке. Как Америку, Анвар, как оценивать последний вот эти сумасшедшие росты и вообще что? Что в ближайшее время нам ждать? Как считаешь? Я это оцениваю скорее как эйфорию, да. То есть это одна из последних стадий бычьего рынка, да. Но я не говорю о том, что за этим может последовать какое-то резкое падение, да. Но, по крайней мере... Но все его ждут, да? Но все его ждут. Это может быть характер боковика, да, какого-то долгого стояния в большом канале, да. Но в целом, действительно, Штаты выглядят очень сильно перекупленным. И если сравнивать такие рисковые активы, как акции и сырье, то есть металлы, то есть нефть и там продовольственные товары, да. Мы видим, что на рынках акций мы видим огромную вот эту вот эйфорию, да. А в ценах на товарные активы, которые больше и объемнее вот это вот показывают состояние текущей экономики, мы не видим такой эйфории. То есть это вот такое расхождение, которое можно говорить о том, что в принципе экономика в целом остается, ну, не очень сильной, так скажем, да. Это мировая ты имеешь в виду экономика. Мировая экономика, да. И, наверное, с этой точки зрения вот этот рост, он как бы не сильно оправдан, да. Не сильно оправдан, но уже продолжается. Какое время уже? И это фактор риска, да, я бы сказал. Уже полгода все прогнозируют, что Америка упадет. Вот, 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 и никак. Олег, как ты? Все никак. Ну, пока печатный станок работает, мы прогнозировать это дело не можем. Все ждут, конечно, решения ФРС в этом месяце. Вроде по безработице все нормально, потихоньку выравнивается в Америке. Все ожидают, что ФРС будет сворачивать свою программу. Интересна будет реакция. Все ожидают, что это будет негативная реакция на рынок. А на самом деле новость и реакция на новость, это две разные вещи абсолютно. Да, полностью согласен. Полностью также согласен, да, с Анваром, то, что рынок сейчас находится в стадии эйфории. Никто не знает, сколько этой эйфории продолжится. То есть S&P может легко 1850 показать, 1870, и все, да, ну все, наконец-то покупаем. По 870, да? Ну, я так, честно говоря, такие эфемерные цифры говорю. Не основанные на анализе, просто. Это особенность также психологии человека. Я ее очень сильно изучал. Очень люблю показывать кадры в одной презентации. Показываю часть графика, говорю, куда пойдем? Вверх-вниз. И там люди голосуют, поднимают руки. Чаще всего толпа ошибается. И все, когда уже видят, что все вниз, и тут так раз, такой полет вверх. Очень часто большинство людей покупает именно в самом конце, в самом пике. Это как раз есть стадия эйфории, да, на развитии тренда. Что я сейчас жду? Своё личное мнение. Я аккуратно набираю ланги золота. То есть у меня цель 1250-1220 – это диапазон набора. То есть для кого-то, для интродейщика это огромный диапазон. Для меня очень спокойная сейчас нагрузка на депозит порядка 4% от депозита. И посмотрю, как рынок будет дальше идти. Отсюда еще одна мысль, которую я не перестаю говорить, когда меня спрашивают, а что ты думаешь по поводу рынка. Я, конечно, могу думать одно, а рынок может думать совершенно другое. Поэтому для меня самое важное – научить человека адаптироваться к изменениям на рынке. То есть я могу легко перестроить своё мнение, если S&P пойдёт в боковик. Я легко могу перестроить своё мнение, если S&P начнёт падать. Самое главное не то, что ты видишь. То есть ты такой непринципиальный человек. Я абсолютно непринципиальный. Как рынок говорит, так и надо делать. Действительно очень важно подстраиваться под рынок, потому что он часто меняется, а твоя точка зрения, она может быть… Она может быть сторонней. Да, всё верно, как раз виден уровень высокий трейдера, когда человек абсолютно не привязывается к своему мнению. Ну вот смотри, S&P сейчас закрыл 1804, что делать с индексом сейчас? Что делать? На самом деле, я сколько санализировал S&P, он в таком восходящем канале, немножко его вот так сейчас коснулся и пробил. Я думаю, эту эйфорию можно, например, используя Fibonacci, растянуть, увидеть 161.8 уровень. Примерно там нужно смотреть, как будет вести себя S&P. Как? То есть если он начнёт топтаться и падать, то это будет самая точка, высокая точка разворота, и там можно будет шортить. То есть если, исходя из Volume Spray Analyze ВСА, это будет у нас ожидание и реальность, то есть ожидание – это очень высокий рост, а реальность будет на объёме, потом падение, то это будет такой ложный выстрел, который как раз для, как говорят, засадить быков за рога. Да, скажи, пожалуйста, то есть сейчас ты вне рынка по S&P, ты ждёшь ещё движение на 61.8 выше, и там только будешь рассматривать, да, какие рисуются решения. Только рассматривать, конечно, да. По нашему рынку, конечно, Сбер хочется в диапазоне 107-111 набирать шорт. Очень исторические уровни, красивые, красиво прокатился по Роснефти, тоже она в боковом уровне, так 270-200, вот сколько уже лет ходит. Сколько мне клиенты спрашивают, что делать с Роснефтью, говорю, вот диапазон, здесь шорти, здесь покупать, ничего сложного, уже много лет. Примерно то же самое, 111-110 по Сберу, это вот тот уровень, который надо смотреть, как он себя будет там вести. Хорошо, а в целом, Анвар, в целом российский рынок, ну, я уж не знаю, стоит вспоминать пресловутые новогодние ралли, как-то не очень, да? Интересная тема, интересное мнение Анвара. Как-то не очень верится, видится это новогоднее ралли, уж если позволите, я не рыночный сигнал, посмотрим в окошко, да, уже через пару дней будет первое декабря. Будет ли новогоднее ралли? Первое декабря, а у нас все слабо. Что говорит Хрустальный шар? Не надейтесь. Не надейтесь, так иначе, что не надейтесь. Это вновь, Олег, сейчас, да, я для слушателей расшифрую, волшебный круг он принес сегодня, волшебный шар, да, принес сегодня в студию, вот уже несколько ответов на традиционные вопросы. В общем, новогоднее ралли нам не ждать, как показывает вас волшебный шар. Как ты думаешь, Анвар? Каждый год рынок, как школьник ждет каникул, да, рынок ждет новогоднего ралли, да, и не каждый год это происходит, к сожалению, в прошлом году, ну, смотря что считать новогодним ралли, да, в декабре все было довольно-таки уныло, и рынок начал расти только в третьей неделе декабря, где-то, наверное, во второй половине, да, там был какой-то рост. И, ну, можно ли это было назвать ралли, скорее нет, чем да, хотя рынок показал основную часть своего движения в январе этого года. Есть, конечно, надежда, думаешь, в этом году увидеть какой-то ралли новогодний, но это будет зависеть от того, какие данные выйдут в начале декабря, 6-го числа по безработице американской, потому что могут возродиться опасения о скором сворачивании ФРС, да. У нас есть также такой немаловажный для российского рынка, да не только для российского, для многих развивающихся рынков фактор цен на нефть, который, как мы видим, сейчас под таким небольшим давлением находится после прошедших переговоров по Ирану, и мы полагаем... Ну, ниже 108 все-таки не упал, правильно? Ниже 108 все-таки не упал, да, но это первичная реакция, не нужно забывать, что еще Штаты должны сегодня открыться, отыграть эту новость, да, и переговоры, и общение с Ираном, так скажем, да, вот на таком уровне оно продолжится, и действительно это какой-то такой среднесрочный потолок для нефти. А если мы видим какой-то потолок, то зачем надеяться на какой-то значительный рост в краткосрочной перспективе, я имею в виду до конца года, вот с текущих уровней, вот, есть ли смысл? Ну, кстати, по поводу потолка, ну, я договорю, опять послушаю, но по поводу потолка, возвращаясь к стратегиям, да, вот ты говорил о торговом диапазоне, да, сверху продавайте, снизу покупайте, мне очень часто предлагают, ну, сколько вот уже будет биться в этот диапазон, рано или поздно-то выйдет, по поводу потолка, рано или поздно же его пробьют, вот тогда уж мы купим, и там уж, да, движение-то... Все верно, но в стратегии у человека должно быть четкое определение, что такое пробой и отскок диапазона, в моей стратегии это четко определено, и если это будет, то это будет пробой, поэтому на этом уровне нужно смотреть, как ведет себя цена, если она соответствует критериям отскока, пожалуйста, я работаю в отскок, если пробой, значит пробой, то есть неважно, как ты торгуешь, главное, как ты принимаешь решения на бирже, как адаптируешься, это самое важное на рынке. Это очень правильно, главная дисциплина. Согласен, главные новости сейчас мы послушаем, потом продолжим. Новости. Итак, друзья мои, продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, сегодня в студии Олег Рыбальченко, генеральный директор Института биржевой торговли АЛОР, и Анвар Глизиддинов, начальник отдела доверительного управления, ционной компании РМГ. Обсуждаем стратегии поведения на рынке в период высокой или относительно низкой волатильности. Кстати, пресловутый ВИКС, да, все-таки сейчас близок к Плинтусу. Все-таки волатильность уменьшается. Интересно. Правда, кто его торгует, мало людей. Есть такие? Есть такие, я думаю. Есть любители. Это тоже есть категория такая людей, трейдеров, которые любят экзотику. Им интересны самые сложные терминалы, им интересны самые необычные торговые инструменты. Тоже такой стиль и метод поведения как раз на волатильных рынках. Каждый спасается по-своему. Кстати, опять я пытаюсь мотивировать себя. Вот есть условно два терминала. Этот просто понятен, все кнопочки уже опробованы, все под пальчиками. А вот с этим надо разбираться. Он все время какие-то новые вызовы бросает. Это с чем связано? С тем, что я что-то себе хочу доказать. Потому что задача, я мотивирован тем же, мне надо денег заработать. Но быстро, не быстро мы сейчас это не обсуждаем. Зачем себе создавать дополнительные трудности? Олег. Каждый считает, что это дает им преимущество. То есть чем сложнее программы и чем больше человек знает инструментов, тем больше он имеет преимущество перед другими трейдерами. Я на самом деле, скажем так, очень консервативен в этом плане. Мне там 2-3 программы нравятся и несколько инструментов. Меня спрашивают, почему ты не торгуешь опционы? Почему ты не торгуешь там еще что-то? Анвар тебя спрашивал, кстати. Да, и как раз интересно эту тему подискутировать с Анваром. Мое мнение, что то, что дает тебе денег и нормальных денег, ты это знаешь и уверен в этом, то зачем усложнять себе жизнь? А с другой стороны, вот те методы торговли и методы анализа, которые я как понял, как Анвар принимает решение, для этого нужен большой спектр инструментов для анализа и методов торговли. Как минимум структурный продукт подразумевает, что у тебя не просто два классических инструмента, а еще два разных типа инструмента. Ты говоришь о рынке акций, о рынке облигаций, об опционе, о деривативах. Интересно узнать другую сторону этого вопроса. Ну, в случае со структурным продуктом, в принципе, опцион это просто инструмент, через который вы можете купить, поставить на рост или на падение рынка. Особо разбираться здесь, в принципе, не нужно, если вы его составляете сам, этот продукт. То есть вы покупаете ближайший опцион, я имею в виду к страйку, то есть при своих, да, в самый ликвидный квартальный срок исполнения, берете какую-нибудь среднюю облигацию, там, какого-нибудь МТС, да, или что-то более, чуть более агрессивное, ну, с доходностью 8,5, где-нибудь 9, да, и составляете продукт. Я вообще сторонник простых продуктов, которые можно легко понять самому, можно легко донести до клиента, и где и для тебя, и для клиента в каждый отдельный момент времени видно, сколько ты зарабатываешь, сколько ты не зарабатываешь, да, либо теряешь. И это позволяет не путаться ни самому, ни клиенту, вот. Я правильно понимаю, там особых вариантов нет, да? То есть ты изначально говоришь, вот мы в портфеле вот такие продукты. Если рынок себя ведет вот так, то вот это растет, вот это падает, вот такую сумму мы получаем, такие риски, такая доходность. Если рынок ведет себя вот так, то вот это падает. Да, абсолютно верно. Простота этого продукта и те инструменты, которые в нем задействованы, позволяют просчитать доходность этого продукта при разных сценариях рынка. То есть вы будете знать, с какой стоимостью будет обладать опцион при таком уровне рынка, и вы знаете, какой купон платит облигация заранее, сколько вам причитается при погашении этой облигации. Поэтому здесь как бы уравнение со всеми известными. Единственное, в чем неопределенность, это в рынке, да? Естественно, задача... Извини, перебью. В нем всегда неопределенность. Да, конечно. Но, как я говорил с самого начала, это ставка, да, если это самый простой продукт. Естественно, задача консультанта компании, да, если вам продает опцион, допустим, брокерская или инвестиционная компания, максимально доступна, да, как и говорил Олег, как шестилетнему ребенку, да, особенно если человек вновь приходит на рынок, инвестор, да, объяснить, в чем преимущество, в чем риски этого инструмента. И порой это бывает трудно, и чем труднее, чем сложнее инструмент, тем труднее донести его смысл для клиента. Поэтому я говорю, что наиболее простые вот такие структурные продукты, они наиболее эффективны, наиболее понимаемы, и легко понять, получается ли у тебя инвестировать в них или нет. Анвар, еще один вопрос, Олег, тоже присоедини. Смотри, а правильно я, точнее, можно ли сказать так, что нынешний рынок, он сильно отличается от, ну давайте так, до кризисного, и именно поэтому на нем приживаются структурные продукты, потому что иначе заработать возможности просто нет. Ну, в какой-то степени, Олег, вы правы, действительно, рынок очень сильно в структурном плане отличается от 2007 года, как мы помним, в 2007 году мы видели рост, да. Ну и задолго до, да, или какое-то время до. И задолго до, да, если не считать там каких-то таких конъюнктурных встрясок, рост был, да. Сейчас это рынок больше боковой, сейчас это рынок во многом госкомпаний, да, и сейчас это рынок гораздо более зарегулированный в плане инфраструктуры и финансовой инфраструктуры, и отраслевой, в отраслевом плане, да, взять нефтянку, обложенную налогами, там, и регулирование, да, взять электроэнергетику, гораздо более зарегулированный, от этого такой виртуальный, менее перспективный. Взять нефтянку, обложенную налогами, взять электроэнергетику, просто обложенную. Просто обложенную, со всех сторон. Со всех сторон обложенную, да. Ну, я всегда говорил, что счастье не только в акциях, но и в облигациях, а также в их сочетаниях. Это не значит, что на таком рынке боковом нельзя заработать. Есть облигации, которые платят купоны, есть такие инструменты, волатильность которых может быть довольно высокой, те же опционы, фьючерсы и отдельные акции. Есть их сочетания, которые позволяют лепить интересные продукты, даже не выходя за пределы нашей страны. Спасибо огромное, Анвар, смотри, я все-таки хотел бы подчеркнуть, несмотря на твое заявление о некой простоте структурного продукта, все равно мне кажется, к этой теме должен подходить человек, ну как минимум с базовыми, да, Олег, возвращаемся опять к нашему, как минимум с базовыми знаниями. Просто пришел человек, даже к брокеру пришел или в инвесткомпанию пришел, и ты ему начинаешь предлагать вот подобные вещи, я боюсь, он не совсем будет в материале. Это можно переделать, как вы делаете ставку, да, очень многие люди азартно, приходя на биржу, это лучше поймут, действительно, Анвар правильно сказал. То есть можно иногда некоторые сложные вещи ассоциировать с простыми вещами на жизненных ситуациях, поэтому не обязательно рассказывать, что такое акция или облигация. В двух словах стоит все же. Стоит, да, я считаю, что стоит, и вот Анвар правильно еще вещь сказал, что сочетание акций и облигаций дает шикарную вещь. Когда я открыл для себя рынок облигаций и понял, что и к чему и как, ты начинаешь понимать, задаваться вопросом, а что люди несут деньги в банк? Зачем? Почему, если тут, пройдя небольшое обучение, ну хотя бы там дня три, хотя бы так этим позанимавшись и узнав, ты будешь зарабатывать больше банка, это точно. И это не так уж и сложно, и не отнимает много времени, и гораздо эффективнее. Банк тут просто посредник, ведь ваши деньги он куда несет? На рынок облигаций, в кредиты и все остальное. Но по большей части облигаций, ведь основная ликвидность облигаций это банки. И вы, получается, просто убираете посредника и сами зарабатываете гораздо больше, не платите этому посреднику за офисы, за штат, за все остальное. Согласен. Давай еще вопрос к тебе тогда. Владимир написал. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы могли обрисовать ситуацию для рынка Форекс? Ну, я, если можно, перефразирую, наверное, не ситуацию, а просто терминология такая, достаточно часто встречающаяся. Вот Владимир, видимо, об этом спрашивает. Так вот, для рынка Форекс дорого продавай, дешево покупай. Без оглядки на понятие перекупленности и перепроданности. Что значит дорого и что значит дешево? Все очень относительно, конечно, да. И, например, я очень долго искал вопрос, что такое перекупленность и перепроданность. Никто нормально не дает этого ответа. У тебя есть индикатор какой-нибудь, МакДи или РСА, вот выше 70 забралась. А если прет и прет, и шартишь, шартишь, шартишь. Да, и причем еще года полтора в зоне перекупленности, а ты продаешь. Браво, браво, да. На самом деле у меня есть очень простое определение, что такое перекупленность и перепроданность. Есть целая теория Томаса Демарка о трендах. Рекомендую почитать его книгу. Очень нудная, но она зато профессиональная. И идея такая, что если есть восходящий тренд и цена очень далеко ушла от этого тренда, то это перекупленность. От линии тренда. От линии тренда, да. Очень простое определение и очень зато понятно. И очень часто вот эта перекупленность и есть фаза эйфории на рынках. Значит, что такое дорого или дешево, такого понятия нет. И действительно правильно сказал наш гость. Это понятие нужно просто выкинуть. Просто есть сигнал, покупаешь, продаешь. Есть стратегия, которая... Наш гость сейчас про кого сказал? Про Анвара? Владимира. А, наш слушатель. Слушатель, простите, да. Ничего, нормально. Может быть, это про меня? Нет, вот интересно, кстати, Анвар, у тебя как и отношение к перекупленности, перепроданности дорого, дешево. У меня в целом, Олег, такое же мнение, как у тебя. Все действительно относительно в ценах на активы. Но я бы сказал, что, наверное, если вы видите, что актив очень долго, валюта, акция или любое какое-то сырье падает довольно-таки долго, да, либо падает обвально, так как, допустим, упали акции Мечила за 2 часа на 40-45%, то такие падения, или если там в обратном порядке изобразить эту ситуацию, допустим, вертикальный рост, да, или предшествующий там. Вот, например, индекс S&P сейчас растет 7 недель подряд, да, вот как вы думаете, это дорого, это нормально? Я хотел тебя спросить, или Мечил слили потом, вот он там ближе опять, да, к плинтусу, да, это дешево было или нет? Вот как это понять? Поэтому, вот в таких случаях, как минимум... Особенно, если у вас очень короткий инвестиционный горизонт, там, вы хотите, грубо говоря, там, быстренько срубить бабла, да, вы можете попасть, да, на коррекцию и засесть на какое-то время в акции. Но в целом, если вы подождете, допустим, еще годик-два, то рынок будет еще выше. Тоже вспоминаю ситуацию. Зависит от горизонта. Да, очень яркая была ситуация, когда я долго сидел на Камоне, как раз сейчас WhoTrades, это социальная сеть трейдеров. Там рядом идет график, стакан и чат. Я очень ярко помню момент, когда Сбер с 14 до 37. Рос, 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 и дорого, продавай, шарти, шарти. Олег, давай побыстрее время уже заканчивается. Да, и вот этот момент я понял, что дорого, это все относительно Сбер, по 37 тогда я бы купил на все плечи. Спасибо. Олег Рыбальченко, Анвар Глизидинов, сегодня в студии Сухого Остатка. Спасибо, друзья, спасибо слушателям за внимание. До свидания. Спасибо большое.